Витископ Ключевой момент этой серии между Оклахомой и Сан-Антонио, что такие серьезные матчи, серьезные серии не выиграются четырьмя баскетболистами. Сегодня в шестом матче серии у Оклахомы набрали очки всего пять баскетболистов, и это очень мало. Рассел Весбрук и Кевин Дюрант показывали отличный баскетбол, но без должной поддержки скамейки, без должной поддержки стартово-центрового, который, как мы видим, уже не может даже допрыгнуть до кольца, шансов у такой Оклахомы против Сан-Антонио изначально было очень мало. Даже две победы, две уверенные домашние победы Оклахомы, ничего не изменили в этой серии. Сан-Антонио прибавил, Сан-Антонио изменил тактику, выпустил Бонарок, который вообще никто не ожидал увидеть, даже в мусорное время, а он два матча выходил в стартовом составе. И эти изменения как-то сколыхнули Сан-Антонио, и они как-то внесли какой-то дисбаланс в игру Оклахомы. Сан-Антонио снова начал пролезать в краску, снова начали набирать очки большие этой команды. Одним из главных героев серии Сан-Антонио против Оклахомы, как мы видим, стали Мануджа Нобили и Борис Диао. Два человека со скамейки, которые в пятой-шестой игре были ключевыми баскетболистами на паркете, которые забивали средние, Ману удержал темп, помогал паркеру и играл вместо паркера. Борис Диао забивал со средней, вытягивал Ибаку на периметр, а-ля Бонар. И 24 очка Борис Диао в шестой игре, это, вы знаете, заслуживает уважения. Если так дальше будет продолжаться, то именно игра скамейки в Сан-Антонио может помочь им обыграть Майами.